Братья и сестры, день, в который мы пришли в Дом молитвы, это особенный день. Воспоминания, день, когда мы должны вспоминать смерть Иисуса Христа, это особенный день. Любые воспоминания, любые даты, в которые специально предназначены вспоминать, это особенные даты, которые нас погружают в те события, которые мы вспоминаем. Я сколько помню себя, мои родители в этот день как-то тише, в доме было меньше замечаний детям, меньше друг другу, всяких замечаний, тихо собирались, обыкновенно не кушали в этот день. Утром могли детям дать молока по кружке выпить, и шли в собрание, но как-то особенно готовились всегда. Какая-то особенная атмосфера воспоминания страданий Иисуса Христа в участии в вечере. Я уверен, что все мы также этот день встречаем по-особенному. Это не просто, знаете, ну, рядовое событие, первое воскресенье, и мы взяли и пришли, взяли хлеб, взяли гуточек вина, сегодня воспоминания страданий Иисуса Христа. И не только сами скорби, не только сами, знаете, вот эти крестные страдания. На нашей заставке сегодня руки не видно кого, но вот эти раны там видно. Предполагается, автор имел в виду руки Иисуса Христа. Они напоминают нам, что они были пробиты. И в этот день апостол Павел писал Коринфянам, что участники должны рассуждать о теле Христа, то есть о церкви. И мы, рассуждая о теле Христа, Иисуса Христа, вникая в себя, мы читаем Писание, и мы хотим увидеть картину, какими нас хочет видеть Иисус Христос сегодня, и всегда, и тогда, когда придет брат Церкови. Какими Он хочет видеть нас. Первое место мы прочитаем Послание Галатам, 4 глава, 19 стих. Галатам 4, 19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Это, друзья, и будет сегодня темой изображений в нас Иисуса Христа. Это будет темой моей проповеди, наших размышлений. апостол Павел писал послания, выражав свои переживания, глубину их, и чтобы подчеркнуть глубину своих переживаний за церковь в Галатах, он записал эти слова. «Дети мои, уже, знаете, ближе, уже нет ближе отношений, чем отцовские отношения к детям, да, друзья? Уже ближе нет отношений. Это часть твоя, это переживание твое, это молитвы твои, это чувство единства. «Дети мои, обращаются он к церкви, и дальше переходит, для которых я снова в муках рождения». А почему снова? Потому что было время, когда в Галатах не было верующих, и нужно было, чтобы родились для Христа. Некоторые думают, что так легко приобретать души. Иисус Христос говорил, зерно, падшее в землю, если не умрет, то что? Не принесет плода. Зерно, которое упало в землю, оно должно умереть. Он говорил о себе, и Он говорил о цене рождения новой жизни. «Друзья дорогие, я не знаю, сколько молилась бабушка моя, но я ни разу, когда ночевал в нее, ночью слыхал имя мое в молитвах. Тогда дверей не было, были только шторки в ее доме. Проснувшись однажды в 4 утра, я услыхал, как она рыдала в соседней комнате, плакала. Называла имена внуков, и как раз молилась мне, чтобы я нашел Господа. Я тогда был еще школьником. Так и осталось в памяти молитвы. Я не знаю, сколько родители молились мои. Я знаю, что мы всегда молимся о наших детях. Ни одной молитвы не было, чтобы мы не молились о их спасении, пробуждении. Ни одной молитвы нет сейчас, чтобы мы забыли имена внуков, чтобы они родились для Господа. Я уверен, так во всех верующих. Вчера был гость, брат, Днепр, город Днепр, теперь так называется. В миссии мы беседовали. Я спросил двух братьев. Ты давно верующий, спросил я более молодого, говорит, с детства. Спросил второго. Он сказал, 14 лет, ему сейчас 55. И он сказал, я был страшным человеком, я был ужасным человеком. У меня до уверования развалилось две семьи. От первой семьи была дочь, которую я 25 лет не видел. И когда я покаялся, я поехал искать ее, нашел в Киеве. И первое, что я сделал, просил прощения. Я плакал, просил прощения, что она росла без отца. Друзья дорогие, Четыре пачки выкурить в день, в сутки было для меня мало. А сколько выпито было. А сколько зла от меня исходило. Но я покаялся. Меня нашел Господь, говорит он. И я стал совершенно новым человеком. И я удивился его кротости. Мы беседовали. Я даже предположить не мог, каким был этот человек без Господа. Но он родился. Были верующие родственники, которые молились. Любовь Господня, Божье долготерпение. Друзья дорогие. Родить, привести к Господу человека, это нелегко. Это не просто подарить Евангелие. Вот таких молиться нужно. Я уже говорил вам, и для меня это большой пример, как рождалась Каменская, Янчикранская церковь. Дедушка рассказывал, когда первые его веровали и начали ходить спасать соседей. Идут два брата беседовать. Весь вечер беседуют. А два брата в это время, все время стоят на коленях. И не встают, пока те не возвратятся. Весь вечер стояли на коленях, пока возвратятся те, которые пошли свидетельствовать. Родиться. Потом рождались люди. Потом за год уверовало до 30 человек там сначала. За два года церковь была уже с нуля 32 человека, стойких, сильных, готовых страдать за Христа. И первые братья были расстреляны или просто посажены в тюрьмы. Они выстояли, потому что они родились для Господа. Но вот, когда родились для Господа, жизнь надо сохранить эту. И у дьявола очень много сетей для верующих. У дьявола очень много нападок. Подготовлено очень много капканов разных, куда бы заманить и поймать, и уловить уверовавшего человека. Дьявол не остается спокойным, когда кто-то уверовал. И вот в Галатам пришли еретики, которые вроде бы лучшие принесли, но они уводили от благодати, от Христа. И апостол Павел обращается, пишет послание, убеждает. И написал эти сильные слова. Они на все Евангелие раскрывают сердце апостола. Друзья, сердце апостола они раскрывают. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Вот теперь в вас, верующих, должен изобразиться Христос. Друзья дорогие, буквально на днях, я приветствовал брата и сестру двоих, приехали на приемные дни, приезжают и к старшему пресс-фитеру, и ко мне. Я давно, очень давно не видел их. Они несут служение в области. Я поприветствовал, говорю, вот теперь такие какие-то похожие стали друг на друга. Ну вот как будто вы родные, у вас два лица одинаковых. Они говорят, потому что мы любим друг друга. Потому и мы одинаковыми стали. Друзья дорогие, апостол Павел ожидал, что те, которые приняли Иисуса Христа, они любят Его, и они преображаются в Его образ. Он смирил себя и пришел сюда, принял образ человека, чтобы спасти нас. И теперь спасенные должны стремиться приобрести образ Иисуса Христа, быть похожими на Него. И это было желание апостола. Дети мои, для которых я снова в муках рождения. В послании книги Бытие, 3 глава, 16 стих, когда Бог определял жене и ее наказание, меру наказания, Бог сказал, в болезни будешь рождать детей. В болезни. То есть, провести новую жизнь в этот мир легко не дастся. Ты будешь в болезни рождать детей своих. Ты будешь это делать с болью. И женщины знают, кто имеет детей в меру боли. Это дети не знают. Я не помню, с какой болью я пришел в этот мир. Я могу помнить боль моего сердца потом в мире уже, но с какой болью я пришел, что я матери причинил, я не помню. Друзья дорогие, и вот апостол Павел пишет, дети мои, для которых я снова в муках рождения. Вдумайтесь в это слово. Муки рождения. И до каких пор? Доколе в вас изобразится Христос. Каким образом, друзья, Христос должен изобразиться в нас? Мы сегодня рассмотрим несколько сфер, в которых Бог нас преображает. Прежде всего, это мы должны иметь для себя ясное представление, что Бог не требует от нас чего-то, чего, не с чего взять. Прежде чем требовать от нас преображения, Он нам дал нечто, кроме того, что мы спасены уже. Обращение к спасенным. Это фараон заставлял делать кирпичи, а соломы не давал. Глина была, вода была, а соломы не давал. Ищите. И это были тяжкие труды искать. И не всегда находили. Для Бога, первое, Он дал условия, в которых мы можем преображаться в образ Иисуса Христа. 2-е послание Петра, 2-я глава, 3-й, 4-й стихи. Смотрите, какое обилие, какое кладовое богатство. 2-е Петра, 1-я глава. Извините, 1-я глава. Я сказал, 2-е Петра, 1-я глава, 3-й стих. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Друзья, дорогие, в этих двух словах, в двух стихах вмещено все Евангелие. Здесь показано все богатство, вся кладовая Божья, все то, что Он на Своих любящих руках дает нам. Как прекрасно читать третий стих, как от божественной силы Его, от самого Господа, от рук Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Если мы усваиваем верой то, что нам все даровано, у нас есть возможность это взять, мы это имеем, мы будем чувствовать себя благодарными и богатыми. Друзья, но надо же взять, знаете, нужно же получить. Даже если вам кто-то перевод прислал по почте, деньги, подарок, то все равно нужно пойти получить их, да? Все равно нужно какое-то действие с нашей стороны, что-то заполнить, что-то получить. Друзья, Бог все приготовил, но нужно взять. И берем мы это верою. И берем не просто верою, а через познание, через познание призвавшего нас славою и благостью. Друзья, вот через познание. И познание мы берем откуда? В Писании и соединение это с нашей верой. В послании к евреям написано в 4 главе во 2 стихе, что нужно растворить верою. Слово слышанное нужно растворить. Оно должно быть растворено верою. Если оно не растворено верою, если оно не растворено, то мы не можем его усвоить. Вера должна растворить. Вера должна принять это слово. И тогда мы имеем это богатство. Мы познаем Иисуса Христа через Его Слово и растворяем верою. Все потребное для жизни и благочестия. Друзья, дорогие, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми даровано нам великие драгоценные обетования. Библия книга обещаний Божиих. В каждом стихе Библии есть для нас какое-то обетование, есть для нас какая-то пища, есть для нас какое-то богатство, есть что-то, что мы можем взять в каждом стихе Библии. Поэтому сегодня пусть книга эта будет самой любимой, самой читаемой. однажды в супермаркете я стоял за женщиной, которая была впереди меня, и она должна была расплачиваться, все уже, чек был положен, чек не положен был, но ей назвали сумму, товар был уже весь просканирован, и она кинулась искать кошелек с деньгами в сумке и не обнаружила. И она не могла вспомнить. Или дома забыла положить, или по дороге вытянули. Она все переискала и не было откуда взять, чтобы оплатить. Я помню эту ее трагедию, ее горе, ее слезы. Она отложили товар, она стала в сторону, тут проходить в себя где-то. Сумма была большая, поэтому помочь никто сбоку не мог. я помню ее переживания, не оказалось откуда взять оплатить. Друзья дорогие, у нас всегда есть достаточно Божьего богатства в Библии, в Слове Божьем, откуда мы можем черпать в себе силу, знание, опыт, откуда мы черпаем Бога, знание о Господе и можем приобретать его. У нас всегда есть. Дьявол может украсть Слово Божье, вы можете неделю его не читать, он отвлекает на различные заботы, но это мы виновны. Бог дал достаточно в Слове знания о себе, о нас, о жизни, о проблемах наших, о спасении через познание призвавшего. Бог дал все, дорогие друзья. Мы имеем одна только деталь в 4 стихе, на которую стоит обратить внимание. Мы должны удалиться от господствующего в мире растеления похотью. И похоть сюда включает все, все наши желания, любые желания наши, которые диктует нам плод наша, любые желания, которые душевный наш человек, а душевный это еще недуховный диктует. Мы должны удалиться от господствующего в мире растеления похотью. Если не удалились, никакого духовного роста не будет, никакого преображения в образ Христа не будет. Мы должны удалиться и потом показать в вере нашей. Поэтому, друзья, первое, Бог дал все для того, чтобы мы преображались в образ Христа. Молитву, Слово Его и Дух Святой они нам даны, чтобы мы преобразились. Возродившись, мы дальше продолжали преображаться. Второе, Господь дал нам церковь. Друзья, дорогие, сегодня настолько понятие церкви, понятие собрания стало искажаться в мире. Христос говорил, где вас двое или трое собраны в Иоанне от Матфея 18 главе. Где вас двое или трое собраны во имя Мое. Обратите внимание, собраны это значит оставили дом, оставили свое место, пришли, сели на одну скамейку, в одном зале мы собрались, где вас двое или трое собраны во имя Мое. Там я посреди вас. Когда-то звонит мне брат мой с Сакраменто, говорит, мы решили вечером не идти в собрание, посмотреть свое собрание по интернету. Прямая трансляция, устроились хорошо, на мягком диване, включили церковь свою. Когда смотрим, поет Саша Волков в Запорожье, мы быстро оделись в машину и поехали на свое собрание. Мало того, чтобы просто посмотреть собрание на картинке, нужно быть собранными, друзья, собранными нужно быть, прийти нужно, ощутить. Да, бывает жарко, когда мы собрались. Каждый человек в час выделяет живой человек, один киловатт энергии, тепла. Поэтому бывает и жарко, когда мы собрались все, но это летом, а зимой чем больше, тем лучше, больше сэкономим тепла. Друзья дорогие, Бог поощряет собрание, мы должны дорожить церковью. Ефесянам 4 глава с 11 стиха по 17 Ефесянам 4 11 и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами колеблющимися и увлекающимися всяким ветром мучения по лукавству человеков по хитрому искусству обольщения но истинную любовью все возвращали в того который есть глава Христос из которого все тело составляемое и совокупляемое по стрессам всяких взаимоскрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена получает проращение для созидания самого себя в любви и следующий 17 посему я говорю и заклинаю Господом чтобы вы более не поступали как поступают прочие народы по суетности ума своего опять та же мысль удалиться от господствующего в мире расцеления дальше в нем 18 стихе написано мы не будем читать друзья дорогие мы сегодня Господь показывает что он имеет церковь в которой он поставил а как как ставит мы когда-то отдельно порассуждаем как он ставит эта тема интересная потому что в последние времена будут избирать учителей которые листили бы слуху но ставит Господь и вот он поставил одних апостолами других тем он ставит и задача всего мы читаем 12 стих следующие стихи к совершению святых к совершению это преображение в образ спасителя он ставит служителей чтобы наставлять церковь учить и совершать в образ святых и почему друзья это нужно чтобы мы возрастали в вере в церкви мы возрастаем в вере в церкви мы изменяемся в церкви мы учимся очень многим вещам мы учимся смирению терпению мы учимся любви попробуйте любви научиться вот построим я себе домик в лесу красивом красивый домик ручеек рядом зайца могу поймать для еды все хорошо одежда есть и живу себе и оттуда из леса люблю весь мир легко любить весь мир там оттуда а вот если двое нас вот если нас двое уже не легко уже не легко любить я читал что самое сложное когда были эти станции с которых наблюдали космическое пространство температуру измеряли полярные станции там было 12 15 16 человек отправляли на полгода на год отправляли туда в ледовитом океане где-то я читал самое трудное было недоставка техники недоставка пищи самое трудное было на этот год подобрать людей которые выдержали быть друг друга целый год представляете я удивился когда прочитал однажды в апрельском номере городской газеты что там где двое трое космонавтов летят на 4 месяца самое трудное подобрать их по характеру и в Советском Союзе был прерван один космический полет потому что поссорились космонавты а там же не забежишь никуда на другую улицу в другую церковь не перейдешь в другой корабль не пересядешь пришлось посадить дорогостоящую технику космонавты не смогли найти общий язык между собой в этом пространстве братья бог дал церковь чтобы мы учились преображаться в образ Иисуса Христа вот для чего Бог Господь послал нам церковь вот и мы учимся терпению вот и мы учимся любви вот и мы учимся смирению нашему и цель 16 стих вы помните мы читали доколе все придем в единство веры чтобы нам вместе созидать церковь и расти в любви вот задача наша быть вместе научиться расти в любви то есть в любви расти если этого нет в нашей жизни проблемы Бог будет учить и третье где Господь учит нас это жизнь это повседневная жизнь это и в церкви это встречи наши с людьми постоянно на работе где бы мы ни были это люди которые вокруг нас и Петр пишет 1 Петра 2 глава 19 по 23 стих вот вот бывает как как расти среди людей ибо то угодно Богу если кто помышляя о Боге переносит скорби страдая обратили внимание как несправедливо ибо что за похвала если вы терпите когда вас бьют за проступки но если делая добро и страдая терпите это что угодно Богу ибо вы к тому призваны потому что и Христос пострадал за нас оставив нам пример дабы мы шли по следам Его Он не сделал никакого греха и не было лести в устах Его будучи злословим Он не злословил как взаимно сдачи не давало страдая что не угрожало но продавал то судьи праведному это жизнь мы читаем перечень я не буду читать напомню только вы дома прочитаете во втором послании к Римфинам апостол Павел пишет что ему досталось как служителю и когда он пишет о том признаках апостольства признаки апостольства во мне проявились первый признак стоит в великом терпении не в нимбе над головой не в таланте проповедь сказать а признаки апостола они проявились в великом терпении друзья дорогие мы учимся в жизни терпению знаете все мы любим жизнь в которой тихо все и спокойно да проснулись все спокойно никто ни соседи ни семьи никто никого не ранит не ранит спокойно атмосфера пришли проснулись нам все улыбаются мы даже поем псалом мне легко за тобою идти когда все улыбается мне помните такое псалом я хочу за тобою идти мой спаситель куда бы ты не вел и там есть слова мне легко за тобою идти куда все улыбается мне но коль скорби придут помоги мне дойти к твоей небесной стране друзья в жизни христиан случаются скорби христиан ранят христиан не тоже бывают попадают в ситуации когда их обворовали бывают ситуации когда забирали дома когда убивали близких это мы в посланиях читаем христиан не болеют и не меньше чем в мире болеют болеют каждую неделю мы получаем известие молитесь о том молитесь о том тот на операцию тот сломал что-то тот с инфарктом реанимации лежит сейчас молитесь но почему страдают хорошие люди друзья дорогие жизнь это школа в которой Господь нас исправляет иногда сосед тяжелейший попадется иногда в семье эти исправления достают нас от детей иногда от мужа от жены мало ли откуда Бог найдет откуда послать нам хороший резец чтобы нас довести до правильного которые движутся от ветра они в штиль не могут двигаться когда становится тихо они стоят и в них нет движения друзья дорогие когда все становится хорошо вы замечали за собою вы не знаете о чем молиться вот стали молиться не хочется ну ну не о чем молиться все хорошо а вот когда скорби приходят разве нужно говорить вставай на колени так мы сами встаем мы записки пишем мы друзьям звоним молитесь когда скорби приходят друзья скорби поднимают нас к небесам скорби посылают нам желание искать в слове Божьем утешение если я пошлю вам утешение какое-то писание у вас все хорошо вы подумайте ну делать ему нечего присылают мне утешение у меня все хорошо а когда у меня плохо а когда у меня душа болит а когда я страдаю когда я в борьбе и мне пришло обетование кто-то написал обетование мне так это надо я так хватаюсь за него я спасаюсь тогда это как круг брошенный тонущему именно в скорби зачем круг спасательный когда человек умеет плавать тишина не волн ничего зачем им этот круг но когда тонет человек им нужен круг поэтому друзья пишите послания в смс во всех мобильные телефоны есть пишите друг другу иногда по побуждению обетования утешения ободрения бросайте спасательный круг жизнь бог дал нам в скорбях друзья именно один автор писал в болезни в уничижении в скорбях в трудностях в конфликтах когда враги появляются когда вам больно это и есть подготовка к взятию церкви это и есть работа божья над нашим характером это и есть шлифовка нас это и есть поэтому мы изменяемся через писание обетование молитву познание Господа мы получаем мы преображаемся в образ Христа в церкви и кто редко ходит на собрание никогда не преобразится в образ Христа преобразится в образ мира этого в образ недовольных ропотников и так дальше Кто в собрании всегда, тот преображается в церкви. И третье, когда на жизнь мы смотрим не на курортное место, когда на жизнь мы смотрим как на школу, в которой Господь ведет нас к преображению, в которой Господь преображает нас, работает над нами. Друзья, и цель, которую имеет Господь, 1 Иоанна 2,6 написано. 1 Иоанна 2,6. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Точно так. Мы читаем филиппийцам 2 глава с 5 по 8 стих и будем заканчивать. Здесь написано очень хорошо знакомые слова. «Ибо в вас должны быть...» Это образ Христа, который мы должны приобрести. Те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, то есть Бог не почитал хищением быть равным Богу. То есть Он действительно равен Богу. Он действительно Бог. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Вот, друзья, его путь. Уничижил себя, смирил себя и был послушен. Три вещи. Он нам пример. Он не боялся низко стать. О чем мы слыхали сегодня, Юрий Алексеевич говорил, он действительно высок, но он стал низко. Он готов был делать все. Он готов был не иметь даже того, чего лисицы имели или птицы. Он готов был быть оплеванным, униженным, распятым. Он готов был. Он уничижил себя. Он смирил, то есть привел в порядок свое сердце и был послушен. Три вещи, которые должны у нас проявляться постоянно, друзья, если мы преобразились в его образ. Это наша готовность низко сознавать себя маленькими, блаженными, нищими, духом. Это постоянно смиряться, то есть в сердце своем иметь тишину, пусть обвиняют, пусть клевещут, пусть неправду говорят, что бы ни случилось, пусть стрелы пускают, а в сердце тишина, я смирен, я прощаю, я люблю. И послушание. Друзья, если будет каждый член церкви послушен Слову Божьему, церковь будет сильной, церковь будет на высоте и будет приобретать души. Мы будем сейчас молиться. Может быть, кто-то желает покаяться сегодня. Первый раз, может быть, второй раз, может быть, третий даже раз. Может быть, вы падали и снова хотите покаяться. Нужно сегодня покаяться. Очень важно покаяться. Очень важно, начиная путь за годом, покаяться. Очень важно, если вы где-то уклонились и Дух Святой обличает, покаяться нужно. И мы верующие встанем сейчас, мы в сердце своем, может быть, скажем Господу благодарность за школу, которой он нас готовит и поймем апостола, который писал, дети мои, для которых я снова в муках рождения. Доколе не изобразится в вас Христос. А? Вы желаете покаяться? Вы хотите вперед выйти? Вы еще пожалуйста, проходите. Кто еще желает сегодня присоединиться в покаяние? Кто желает покаяться сегодня перед Господом? Как имя отчество ваше? Людмила, а отчество? Людмила Павловна. Молитесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Господь, благослови, дай вращение свыше, в новую жизнь, и получи крепкую тетрадку, зато Иисуса проста, чтобы преображаться в образ Иисуса проста. Благослови, я жизнь, я служение, я прождение, когда я умру и Твои, Господь, и верю, что Ты сохранишься, проведешь и благословишься, в отечестве Духа Твой. Аминь. Братья и сестры, мы, я еще хочу помолиться о нас, участвующих потом в вечере, Отец наш Небесный, Господь наш. Мы сегодня обнажены, сердца наши пред Тобою, мы благодарим Тебя, мы просим, Господи, дай нам глубокое желание преображаться в образе Иисуса Христа, и, участвуя в вечере, благодарить Тебя за то, что Ты дал все, за то, что умер за нас на кресте и дал победу. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.